Книга «Открытым оком» 23 том, тема канонизации, вопрос 3544. Книга «Открытым оком» 23 том, тема канонизации, вопрос 3644. Книга «Открытым оком» 23 том, тема канонизации, вопрос 3644. Книга «Открытым оком» 23 том, тема канонизации, вопрос 3644. Не нужно переживать, что кто-то ходил к вам на занятия, а потом перестали ходить. У нас тоже есть такие, кто уезжает из благословенной потеряевки, ко всем им есть одно слово, которое Господь оставил в силе по сей день. Когда ко Христу подошли с таким же вопросом и как бы с укоризной, что от слов его добрые фарисеи соблазнились. Иисус сразу же осадил их в Матфея 15, 12-14. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнились?» Он же сказал им в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Конец цитаты. Мы можем скорбеть об участии этих людей, но ничего нельзя поделать, потому что Бог наградил человека даром свободы, и человек сам определяет свою вечность. 2 Коринфянам 11, 29. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Конец цитаты. Выбор остается всегда за самим человеком. Тогдашние и нынешние фарисеи источают черноту соблазнов и уходят в сродственную тьму, добровольно избирая смерть. Второзаконие 30, 19-20. По свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушая глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Конец цитаты. Запачканный галик попал в большую честь. Уж он полов не будет в кухнях месть. Ему поручены господские кафтаны, как видно, слуги были пьяны. Вот разозлился мой галик, по платью барскому без устали колотит, и на кафтанах он как будто рожь молотит, и подлинно, что труд его велик. Беда лишь в том, что сам он грязен, неопрятен. Что ж пользует его труда? Чем больше чистит он, тем только больше пятен. Бывает столько же вреда, когда невежда не в свои дела вплетется. И поправлять труды ученого возьмется. 1821-1823 годы. Крылов.